привет друзья с вами опять владимир коваленко он же мастер кладки ну что сегодня будет так сказать уже вторая серия резонансового видео об этой консоли в общем навесная конструкция под облицовочную кладку видос уже вышел естественно после того когда мы сделали все стоп работы остановили остановили мы работы так как серёги заказчика не было уезжал командировку мы сделали один рядик ну как бы чтобы он приехал там посмотрел и на этом мы закончили в общем с утра приехали один ряд сделали вот и с братаном посовещались говорим что стремная эта штука понимаешь ну как бы то что серёга там берет на себя ответственность все вот эти моменты как бы нам тоже хочется спать спокойно и без от этих всех изобретений велосипеда так ну что сергей приехал с командировки как бы рассказали ситуацию понятно что хочется быстрее сделать сюда понятно тем более когда стройка растягивается хочется тот или иной этап строительства как-то ускорить в общем поговорил с серёгой заказчиком растолковал так сказать ему что это не там штукатурный допустим фасад где пошла какая-то ниточка и проблема здесь может быть проблема очень серьезная когда вот это все дело жахнется а тем более не дай бог на кого-то не дай боже да вот тем более ты живешь здесь не один у тебя есть семья и так дальше и и здесь постоянно все ходят вот и вот эта вся конструкция не дай бог может быть она не упадет да не факт но изобретать и экспериментировать то есть такими вещами ну это дурастика да если так сказать мягко как бы естественно выпустив этот ролик с братухой когда мы отсняли я примерно предполагал какие будут комментарии и комментарии в принципе все правильные были вот работы на тот момент конечно были остановлены я уже в комментариях писал что так и так ждем заказчика для как бы дальнейшего уже определения вот это все истории в общем друзья что у на данный момент мы проложили просто один ряд просто чтобы как бы он посмотрел как будет примыкаться к откосу как будет смотреться пилястра может быть немножечко увеличить пилястру на пол кирпича допустим сделать в два кирпича но на гараже делали полтора кирпича в принципе симметрично неплохо получается вот потому что как бы разговаривали или в два или полтора вывели просто один ему ряд он посмотрел все нормально друзья ну а дальше мы уже разговаривать по поводу усиления непосредственно домой от этой полки консоли да так сказать под облицовочный кирпич вариантов было несколько предложено то есть убирать apps полностью а здесь у нас утеплен цоколь у нас железобетонный поэтому анкериться к нему будет очень даже хорошо это даже не кирпич железобетонный то есть убирать apps в принципе как вариант и делать подливать как многие писали подливать фундамент это было бы конечно то есть вообще как бы по уму идеально дальше вариант естественно делать какие-то укосины развариваться анкериться и так далее вот на этом варианте как бы и остановили что нужно какие-то подпоры делать укосины развариваться анкериться в бетон и таким образом делать подпору всей этой конструкции заказчик Также еще как бы как сварщик, занимается совсем другими делами, да, вот, ну, сварщик, то есть в сварке вроде бы что-то понимает, вот, говорит, так, все, Вов, я понял тебя, я делаю подпоры, в общем, определились на том, что он делает как бы подпоры, мы сейчас уезжаем, я не знаю точно, какие он будет делать сейчас подпоры, потому что мы сейчас поедем на другой объект, вот, но приблизительно, вы видите, меточки уже стоят по фундаменту, вот одна, вторая, третья и четвертая, то есть на угол двух сторон сразу где-то с отступом, 150 миллиметров, будет сразу две опоры, две опоры будет и дальше получается вот на эту ширину, на метр восемьдесят, как бы четыре будет опоры, вот, то есть будет разваривать как-то, или укосины делать, или ставить какие-то опоры и анкериться непосредственно уже в бетон, ну, друзья, это уже вариант, согласны, как-то вот так вот будет, то крыло, в принципе, такое же, там будет такое же количество упоров, ну, и, собственно, все это дело будет анкериться, был еще такой вариант, тоже, так же сам он говорил, Вова, я сделаю на трубах, забетонирую, но здесь есть другой момент, бетонировать он на глубину промерзания, естественно, не будет, а вот такая вот бетонировочка, она ничего хорошего не даст, а даст только одни отрицательные моменты, а именно какой? Вода будет подходить, естественно, будет идти промерзание, естественно, будет пучение всех этих столбиков забетонированных, ну, подпор, я имею ввиду, будет пучение и, соответственно, будет какой-то подрыв нашей кладки, поэтому это будет беда. Ну, и вот определились просто на анкеровке непосредственно в цоколь, ну, и, соответственно, делать подпоры. Ну, и, друзья, вот видосик я загрузил буквально вот там какие-то часы назад, то в основном пишут именно вот там анкеровка, подпорка, укосины, таким образом делать подпорку нашей навесной конструкции. В общем, вот такая вот ситуация у нас на этом объекте. Что по поводу, давайте скажу буквально в двух словах, по поводу фундамента. Друзья, дожди, сейчас не можем туда загнать миксер, поэтому стоп работы, только что съездили, туда и сам не проедешь, потому что глина вот такая, туда заезд размыло, а там так просто туши свет будет. Вот, поэтому там пока стоп работы. И дальше какой у нас будет объект, дальше будет, ну, давайте скажу, дальше будет опять каменная у нас тематика и немножечко будет кирпича. В общем, друзья, дальше все по ситуации в видосиках. Дальше под тем видосом по первой серии, по конструкции будет еще много, много комментариев. Вот, ну, в основном я уже приблизительно знаю, к какому способу большинство склоняются. В общем, вот такая история, вот такая у нас ситуация, друзья. Мы сейчас, чтобы не простаивать, естественно поедем на другой объекте, так сказать, забьем вот эти дни, которые, получается, у нас здесь выпадут. Но ничего, выходим из ситуации, боремся. Еще один момент, друзья, вот многие пишут, вот там эта шляпа, ну вот, ну, если шляпа, я же ни один там коммент, то есть ни одну критику я не удалял. Вот пишет, да, человек, вот, шляпа, это шляпа, и это понятно, что шляпа, я зачем показываю эту шляпу, чтобы показать потом в дальнейшем, как мы ее будем решать, эту шляпу, понимаете? Вот в чем причина, а не так, что показал все там туда-сюда, там как-то тяп-ляп на быструю руку и все, и ничего не понятно. Вот, есть проблема, решаем ее, допустим. Есть вот, допустим, принимает заказчик такое решение, кто-то говорит, Вова, я любимы силами, переубеждаю заказчика, там, этого не делать. То есть, естественно, мы тоже, но есть такие моменты, что заказчика не переубедишь. Не переубедишь, значит, нужно нормально поговорить, рассказать, растолковать, вот так, как мы сегодня с Серегой поговорили. Серега вполне вменяемый человек, он понимает, чем все это дело может закончиться. Поэтому сделали ему, как скажем так, тестовый вариант, он посмотрел, все нормально, по пилястрочке, по семейстре, все гуд, и оставили на этом. Дальше делаем, как бы, уже усиление. Дальше он решает усиление, мы сейчас уезжаем на другой объекте, приезжаем и уже продолжаем дальше. Многие комментируют, Вова, делай хорошую привязку, делай под, по диагонали забивай кругляк. Так у нас и будет кругляк или арматура. У нас будет кругляк, мы таким же образом анкерились и по гаражу. Будем где-то ряда через три, через три ряда, это будет максимум два-три ряда, будем анкериться, по диагонали забивать кругляк и так же само через каждые два ряда будем прокладывать сеточку. Сеточка у нас здесь самодельная, то есть Серега сам делает, у нас станок 40 миллиметров, прокладываем монолитом. По поводу утепления пенополистирола, опять же, друзья, отвечаю. Понятное дело, что пишут, Вова, шляпа, не шляпа. Друзья, вы знаете мое мнение, что да, лучше всего, конечно, утеплять каменной ватой. Здесь у Сереги где-то каменной ватой утеплено, то есть там второй этаж, 200 миллиметров каменной ваты. Понизу он решил, давным-давно уже закупил пенополистирол, давным-давно уже согласовал с русиком. Все, это все моменты, они к нам не относятся. Понятное дело, я говорю какое-то свое мнение, дальше уже заказчикам как бы слушать или не слушать меня, принимают уже сами свое решение. Еще момент один, друзья. Эту кладку делали мы изначально? Нет, эту кладку делали не мы. Кладка уже сделана буквально, я не знаю сколько, пару лет назад, а с Серегой мы как бы познакомились в прошлом году. Вот, ребята, немножечко тут, конечно, да, этот угол получается немножко как бы вот выкручено, этот угол завален. Тот угол получен, ну приблизительно как-то более-менее тот угол, а этот угол завален сюда. Ну вот так вот, бывают такие моменты, но ничего, будем как-то сейчас уже облицовочкой выкручивать, выводить. Так же само решим этот вопрос, так и решили на гараже. Выкрутили, вывели, более-менее сделали все симметрично и красиво. Что было бы, если бы, допустим, заказчик, ну вот просто тупо уперся и не пошел бы на вот эти мероприятия. На мероприятия по усилению вот этой всей навесной конструкции под облицовочную кладку. Ну, было бы все, мы просто бы забрали отсюда инструмент, все, и уехали отсюда без никаких разговоров. Нам деньги таким способом не нужны с Андрюхой. Мы их заработаем и так, то есть на другом объекте, но будем крепко спать, друзья. Вот, поэтому, ну как-то, слава богу, у нас всегда заказчики вменяемые. Не без того попадаются, конечно, и тяжелые люди. Ну, разговариваем, всегда разговариваем, понимаете. Поэтому мы бы просто собрались отсюда и уехали, и не трепали бы нервы ни себе, ни заказчику. Если человек, допустим, невменяемый и не понимает всех рисков и опасностей, которые могут случиться при тех или иных там изобретениях велосипеда. В общем, вот такая вот история, друзья. Спасибо всем за комментарии, спасибо всем за критику, спасибо всем за то, что там подсказываете какие-то свои варианты. Друзья, мы все это читаем с Андрюхой, мы все это видим. Ну, естественно, благодарны вам за то, что вы с нами и за то, что нас поддерживаете. На сегодня у нас все. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко, он же мастер кладки, братишка. Друзья, а мы поехали на следующий объект, и дальше уже будут видосики, ну, как всегда, по ситуации, по каменной кладке, бложики, видеоуроки и все в такой тематике. И еще, если проблема есть, ее нужно решать. Я надеюсь, в данной ситуации мы ее решим, дальше у нас будет все нормально. Сержик будет спать спокойно, мы будем с Андрюхой спать спокойно. Ну, и как бы Серега будет радоваться фасадом своего дома. Пока, друзья! Прощайся с пацанами. Уже попрощался? Ладно, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok